Сергею Сергеевичу 58 лет. Будучи еще молодым и здоровым, он любил разводить разных певчих птичек. Только вот после страшного происшествия, в котором он, к сожалению, потерял ноги, ему стало не до этого. Но любовь к природе и птицам в его сердце сохранилась навсегда. «Не умею бегать за птицами, значит, буду собирать о них и о других животных красные книги со всего мира», решил для себя Сергей Сергеевич. Общаясь категорически лишь на русском языке, мужчина смог собрать в свою коллекцию более ста красных книг. Но речь в этом сюжете пойдет не о птицах и природе, а об истории Сергея Сергеевича и о том, с какой просьбой он обращается к нам. «Случилось?» Я под поезд попал с моим другом 36 лет назад, он умер. Ему отрезало поездом голову и руку, а я без ног остался. У меня до колен ноги раздробило, выше колен ноги сломало, на руке палец раздробило, эту руку сломал. Удар поезда пришел со спины, и последняя травма, которую я получил, это был открытый перелом основания черепа, ушиб головного мозга, встречение головного мозга, и была амнезия. Это провал памяти. То есть вот я был под поездом, но как это все происходило, я ничего вспомнить не смог. Врачи объяснили просто, что это амнезия, провал памяти, связанная с черепно-мозговой травмой. Вот так получилось. Я 36 лет живу без ног, все 36 лет езжу на инвалидные коляски. После железнодорожного происшествия Сергей Сергеевич 3 года не хотел выходить из дома, стесняясь сильно своего внешнего вида. Но, слава богу, он смог в себе это перебороть. Постепенно стал выходить на прогулки, а однажды в протезном салоне Сергей Сергеевич познакомился со своей будущей женой, вместе с которой они живут уже 30 лет. После этой встречи изменилась вся его жизнь. Сергей Сергеевич понял, что жизнь продолжается, унывать некогда. И у него появилось новое увлечение – изготовление инвалидных колясок. Не только для себя, но и для своей супруги Татьяны Георгиевны, которая также является инвалидом. Ну, сейчас мне нужен аккумулятор для инвалидной коляски с электрическим приводом. Мне ее выдают бесплатно, но тот аккумулятор, вернее, два аккумулятора там останавливают, они очень маленькую емкость имеют, и они никуда не годятся, они тяжелые. Емкость маленькая, далеко не уедешь, зимой замерзают. Утеплить их невозможно, они герметизированы, негерметичные, поэтому... Ну, не позволяют мне никуда ездить, а мне приходится многое, особенно зимой. Поэтому вот аккумулятор нужен другой. Но стоит он очень дорого. В конце прошлого года он стоил с зарядным устройством к нему около 47 тысяч рублей российских. Сейчас около 77 тысяч российских рублей. Но тоже с зарядным устройством. Почему он так вырос в цене? Объясняет магазин, что из-за того, что валюта растет в цене. Ну, я не знаю, может быть, я не прав. Ну, как бы там ни было, такая вот у них цена, к сожалению. А я живу на пенсии, у меня таких денег нет, жена у нас. То мы оба на пенсии живем, оба инвалиды. Поэтому мы не можем, мы на работу не берут никуда. Дело в том, что это сложно очень на работу устроиться. Никак не получается. А вы кем бы хотели идти? Кем бы вы смогли работать? Ну, как вам сказать, вот даже не знаю, что сказать. Мастерской какой-нибудь, по ремонту бытовой техники несложной. Ну, я пытался в молодости устроиться. Ничего не получалось. У меня еще и проблема была со средством передвижения. Не было нормальной коляски, и трудно было передвигаться. Поэтому у меня не получилось ничего. Как бы я ни хотел, ничего не получилось. А так бы, мастерской по ремонту бытовой техники. Вы хорошо этого разбираете? Неплохо. Я сам все ремонтирую, сам все делаю. Вы коляски себе собираете? Да, это комнатная коляска, я ее сам делаю. Она из трех инвалидных колясок собрана. Она будет маленькая, узенькая, везде будет приезжать во все двери. Но я не закончил ее немножко еще. У меня все еды, мне помощь не нужна тут, мне только нужно время. Я соберу со временем. Вы к ней хотите аккумулятор? Нет, это комнатная, она без электропривода. Вот с электроприводом стоит коляска, для нее нужен аккумулятор. Она вам нужна для улицы? Для улицы, только для улицы. На ней везде проехать можно. Это хорошая коляска, но аккумулятор нужен. Он, видите, он легкий по сравнению с другими аккумуляторами. У него емкость хорошая. Он служит гораздо дольше. Но, коль он таким набором обладает достоинства, он, соответственно, стоит дороже, чем обычные гелевые или кислотные аккумуляторы. Как-то так. Сложно купить. А как вы научились собирать? А постепенно писал в разные инстанции, в разные институты, разночные мастерские, кооперативы. Просто колясок не выдают каких-то надо, приходится все переделывать. Так постепенно научился. Вам давали совет, инструкцию? Да, и совет, и инструкцию давали. Иногда дарили коляски. Иногда запчасти дарили. Всякое было. Не все отвечали, но многие помогали. Разъясняли все. Токарный, фрезерный, сварочный аппарат и много других разных инструментов имеет Сергей Сергеевич в своем арсенале. Все это либо подарено, либо приобретено на собственные средства. Сергей Сергеевич не знает, что такое сидеть без дела. Его руки и голова заняты всегда нужным занятием. У меня лично такие люди вызывают большое уважение. Совсем скоро потеплеет, и Сергей Сергеевич будет чаще выходить на прогулки, ездить на свою любимую рыбалку на пруд у дома и наслаждаться пением птиц. Лишение ног не лишило его любви к жизни. Мы просим всех, кто увидит и услышит историю о тюленеве Сергея Сергеевича, внести посильное пожертвование через СМС на короткий номер 3443 с текстом SSP3, пробел и указать любую сумму, например, 300. Кроме того, вы можете совершить переводы банковской карты через наш сайт www.ekb.miloserdia.ru. Если у вас остались вопросы или вы сами хотите обратиться к нам за помощью, звоните по телефону 8 343 200 0704. Диспетчер Православной службы Милосердия ответит на все ваши вопросы.